Идиотики, настоящие идиотики. Мы летим в настоящую заграницу. Ура! Настоящая заграница? Да. Есть, а тестеров нет. Как же это? Очень пустой международный аэропорт. Тестеры все убраны в связи с коронавирусом. Они сказали, что они есть в ящичках, но чтобы в нос не тыкали себе, все попрятали, все тестеры. Какой у нас выход? 20-й. 20-й. Вода. Я пока вот не хочу. Удивительно пустой аэропорт. Я надеюсь, что у вас нет еды. Он говорит, что у тебя нет головной боли. Говорит, нету головной боли. Я вам показала пустой аэропорт. Пустой, пустой. Даже в алкоголе никого. Все, давай. See you tomorrow morning. I love you. Люди улетают на Мальдивы. Вот. На Мальдивы. Это настоящие Мальдивы. Слушай, а туда надо виза? На Мале? Нет, на Мальдиве виза. И вот сейчас вот можно улететь? Да. Взяла и полетела? Да. Попилу туда дали. Да. Ну чего нам? Мы уже два билета поменяли. Чего нам третий? Чего вы нельзя отдавали? Чего вы? Не шикарные такие. Да. Здесь все закрыто. Вообще. Ну странно. Какие-то рестораны открыты, какие-то закрыты. Тот же Теремок. Хотя здесь закрыт, потому что, естественно, нет покупателей. Если никто не летает. Это полончайка. Да. Давай найдем, кто был еще вчера с нами. Да, мы нашли кого-то, кто был на нашем рейсе. И купили билет на Аэрофлот. О, питьевые фонтанчики, как в Индии. Прекрасно. Ну, можно и купить, если что. Сколько вода? 150. Да, ну лучше с фонтанчиком полакать. Правда? 150. Будем лакать. Здесь есть розетки. Зарядка телефонов. Мы хотели, конечно, лежанки и зарядки. Чтобы нам все. И в одном флаконе. Ой, вот это да. Как нам повезло. И будем смотреться. Главное не уснуть. Вот это самое главное. Мы немножко поваляемся. А потом к розетке пойдем. Ой, вот ты со вчерашнего дня об этом мечтала. Сдать свой чемодан и вот так упасть. Боже мой, какое счастье. Господи. Мария, мы сделали это. Мы молодцы. Мы улетаем. Наконец-то. Вот так укашел. Ой, боже. А подушки почему не предусмотрели? Мне жестковато как-то. Да, конечно. Видно, раз ты. Жестко. Так, слушайте, что я хотела вас предупредить. Конечно, чтобы лететь в Индию, надо загрузить все свои данные. Ковид, паспорт, рейс. А что, пришли сюда? На сайт аэропорта индийского. И обязательно, обязательно надо получить распечатку этого. С этим ехать уже в Дели. Потому что там спрашивают это строго. И самое интересное, когда мы пошли распечатывать в Билайн здесь на первом этаже. Нам, значит, мне две бумажки и Маша две бумажки. Мы говорим, ну сколько? Они, 500. Мы говорим, за бумажку. Они, за 4. За 4, да? Да, за 4. Но тебе две и мне две. А, по 250 рублей? Да. Короче, Маша сказала, нет, я не буду брать. Но я все-таки взяла. Я человек трусливый и не беременный. Маша все-таки все равно сможет сказать, не обижайте меня. Я вас покляну. Будете приставать. Я буду вам объяснить, что написано на сайте, что подходит электронная копия. Да, вот смотрите, в мой телефон. Написано красными буквами, что подходит электронная копия, едет причем. Правильно. Ой, Машенька, когда ты последний раз в международном аэропорту тусила, лежала? 26 августа 2020 года. Это я помню. Из Дели вывозилась. Я вывозилась. Эвакуировалась. Ой. Полундра. Прямо мне не верится. Господи, мне не верится. Ой. Но у меня год прекрасно прошел. Очень хорошо. Я счастлива, что дома пробыла целый год. А теперь счастлива, что возвращаюсь. Ой, Сэл, все сердечки посылаем. У нас действительно уже начинается истерическое, что все, все, все. Те тоже, кстати, полетели. Так что билеты нам не вернут. Туда, туда. Ага, давай. Буду переобуваться. Я устала. Я так устала. Но кроссовки удобные, кстати. Я их с Натальей покупала. Не знаю, какое видео посмотрите раньше. Это очень хорошие ортопедические кроссовочки. Будет из жемчужной плазы. Риклей, что ли, как они называются. Сейчас покажу. Тут. Так. Рикер, рикер. И она такая запоминающая. Мою ногу, подошву. Запомнила. Теперь она меня никогда не забудет. Все, я устала даже в рикерах. Круто, вообще круто. Я так никогда не летала. Так и у тебя такая. А я так и делаю периодически. Красота, да? Ну вот понтовые, наверное, средние. Видишь, их разложить можно. А я тебя сложить. Сижу. Тебе тоже не лечат. Тебя точно такое же, только в том салоне. Попугайчикам спать. Пока. Спать. Всем спать. Попугайчикам спать. Макароны. Морковка. Вроде бы, я не знаю, огурец. Курица. Киви, ананас, виноградинка. Какой-то салат. Прямо холодный, холодный, ледяной. Сыр. Масло оливковое. Масло просто. Сливочное, вернее. И соки. Они сказали, что нельзя носить маски в дольше трех часов. Собрали у нас старые и дали новые. ИМЕЦ. Оливии. ИМЕЦ. Более миллиона ранее неизвестных галактик обнаружили австралийские ученые за 12 дней с помощью нового радиотелескопа «Оскар». 17% опрошенных считают самой престижной профессией программистом. Почти 2 миллиарда отдельно стоящих деревьев обнаружили специалисты НАСА в Сахаре, проанализировав спутниковые снимки пустыни. 15 место в мире и первое в Европе по высоте среди небоскребов занимает Лахта-центр в Санкт-Петербурге. 125 тысяч долларов стоимость действительно дурок «Титанику», включающего погружение к обломкам корабля. Компания «Океангейт» «Экспедишн». Планируют 6 таких экспедиций. Приступим к снижению. Если вы пользовались вручной гладью во время полета, пожалуйста, распестите ее на водонослей полке или под сидением полета при маме. Поздаем внимание. Сказали, что прогода в Дели хорошая. Плюс 14 градусов. Через полчаса приземлимся. Компания «Океангейт» Нас почему-то разделили. Нам сказали сюда идти. А этим туда. Вот еще распечаталось только всего. Ой, дорогие друзья. Приземлились, и я расплакалась. Все, все получили. Одна я последняя. Ой, ты какой. Молодец. Колесики откручивает еще. Да. А я что-то не думала. Они откручиваются. Что можно так? Я сейчас не думала, что их можно открутить. Вот ноу-хау, товарищи. Торопиться не надо. Я сейчас в Мумбай поеду. Я звонила себе в Мумбай. Если не будет самолета, в Мумбай полечу просто. Ага. Пускай сам ко мне лезет. А какой ты порт назначения там им указала? В Мумбай? В Мумбай. В Мумбай. Конечно, нужно до года ездить. Да какая разница, да. Ну, не все, а завтра. Завтра ко мне. Это да. Мой приехал, красавчик. Иди сюда, иди сюда, мой дорогой. Все. Твой брат. Да. Остаешься? Международно лететь. А это приехали наши центры групп. Вот там вот. Вон. В общем, мы приехали параллельно. Но мы ехали в комфорте, правда? Мы ехали шикарно. Шикарно. Перестали тратить нервные клетки. У нас их просто не осталось. У нас их уже не было. Красный делийский туалет. Надо с вами делать, чем нужно это, заместить. Блин, они развели такой бюрократ, все. Столько надо контор пройти. Столько печати, короче. Столько бумажок. Наверное, дело движется к окончанию. Все, выход. Выход. Где-то там должен быть Саши. Ой, ты мой золотой. Бери, бери, бери. Привет. Почти год. Дарлинг, у тебя есть джекет. Курточка и кепочка. Некогда даже плакать. Я с этими бумагами сейчас. Идите туда, 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 туда. Следующая контора, следующий каунтер, следующий. Покажите эти документы. Эти, эти. О. Ну, в принципе, все решаемо. Все нормально. Год, говорит, не виделись. Слушайте, ну запах. Запах. Опять Дели. Я его люблю. Хороший запах. И прохладненько. Я думала, я взяла легкую футболочку. Думаю, переоденусь. Давай. Ну вот, дорогие друзья, закончилось. Все закончилось. Сейчас поплачу немножко. Какое счастье. Но, хоть и не жарко, а все равно такая влажность. В аэропорту мы все сразу начали потеть. Пот на глаза потек. Саши припоет такси берет. Дешево, надежно и практично. У меня сразу часы. А, подключили меня к интернету. Поздно уже. Часы перевелись на московское и местное время. Вот, дорогие друзья, кто скучал по аэропорту Индиры Ганди. Пошли. Папа, I'm so tired. Я так устала. I don't sleep three nights. Ты устала? С чего бы нет. Я три ночи почти не спала. Смотрите, обрабатывают как дорогу. Там столько людей в белых комбинезонах, в белых вот этих вот халатах каких-то защитных. Аккуратно. У меня тут компьютер. Комбучер. Уже напилили селфи. Папа, happy? Мен, бадан, бадан. Папа, happy? Happy, happy, of course. Happy, happy? I come from Puttapati to pit you out. Ой, мама. Ой. Are you happy? Happy. Very happy. One year outside. My God. Да. I was thinking so many times, why I said I don't want to go in winter. And if I knew it would be like this, I would go with you. Я, говорит, часто думал, что я не хотел просто ехать в зиму, но если бы я знал, что так будет, я бы с тобой поехал, конечно. Everything depends on God. Все зависит от Бога. Все хорошо. Все хорошо. Everything fine. Very fine. Фу. Собачки. I came to the day before yesterday, I came on tent. Ага. And it was not very cold. But I brought this for emergency. Он позавчера приехал, было не очень холодно, но на всякий случай привез с собой курточку. Вот, вот. Yeah, happy. Happy to see you. Да, мне тоже. Он говорит, я думал, может быть, еще один год продлится локдаун. Он иногда так думал. Ну, 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 да. Он говорит, я даже был в Харидваре, я не радовался без тебя, я не наслаждался. Все, very good, very good. Мама, come back. Don't worry. Здравствуйте. Все хорошо. Он мне говорил перед отлетом, все время же у меня Дашенька на руках была, когда он звонил. Дашенька его уже знавала, радовалась. И он мне, привези ее в суткейс. Добрим, you're in suitcase. You speak about Dasha. Yeah, yeah. Так интересно. Я им сразу же, ну, звонить стала. А Даша же меня никогда со мной по Вайберу не разговаривала. И она меня не узнала совершенно. Yes, they miss me. And arbus. Arbus with my letter. Он говорит, уже купил мандарины, grape. Черные винограды. Слушайте, я за этот год, я подзабыла некоторые слова. Мне пришлось напрягаться, чтобы вспомнить, что такое grape. Вот правильно мы сейчас говорили с девочками в аэропорту, что не используешь... Чем не пользуешься, то теряешь. Вот мы хотим... Ну, пока вот так планируем. Сейчас в Путапарте на пару дней. А потом в Гуа. Я очень хочу покупаться, очень хочу на океан, очень хочу на солнышке, на песочке. Вот. Но вначале, конечно, к бабе, к Сайбабе. First, baba. First, baba. I miss you very much. I was happy at least, I could see you every day. Он говорит, я тоже скучал. And I see our granddaughters, I feel very happy. Счастлив даже хотя бы, что я тебя видел по видеосвязи. И Дашеньку все время видел. Ну и Машенька иногда, когда вечером он звонил, тоже приходила ручкой помахать. Я свою симку вставила прошлую и пыталась ему с аэропорта позвонить. Они что-то сказали. We have to recharge. No number. Recharge? We have to recharge. We have to recharge. We have to recharge. They make too much money. Anybody go there? Oh, you're Corona. They charge so much money. Он говорит, я не знаю именно про этот госпиталь, но очень много частных госпиталей сейчас стали зарабатывать на том, что большие деньги, на том, что кто бы у них не сдавал анализы, они говорят, что у вас корона. Даже говорит мой брат, your brother. I don't know, my brother was not feeling good and son was in Delhi. His wife said, come, come. Your father, he liked this. He went back immediately and bring him to nice private hospital. One day the room is 20,000 rupees for the hospital. 20,000, this is India, darling, this is not in Germany or France. Even there they don't charge you that much, I'm sure. Когда отцу стало плохо, они его положили в частный госпиталь и там 20 тысяч в день, говорит, но это же не Германия или Франция за такие деньги брать. Это же Индия. And every time they tell him, you pay 12,000 for yesterday medicine, 50,000 every day. Говорили, что платил за вчерашние там вот медикаменты, 15,000. В общем, он там всего-то в этом госпитале был дней 10, а его за такие большие деньги. Мохит даже не знает, ему давали эти вот, ну, эти препараты медицинские или нет. Он говорит, он его не видел. Он в реанимации был. And after six days, доктор сказал Мои, if you want, you can bring him to government hospital, if you cannot pay so much money. And then he talked to some doctor in the building. There are many people in that apartment, you want to wear the book. And they try, plan to bring him to government hospital. And the moment he told the hospital, that we are government hospital going, they tell, oh, your father has corona. And they keep him two more days in a plastic hospital. And after total eight days he was there, they charge him two less, 20,000 rupees, almost 3,000 dollars. And, in general, they told him that he has corona, and almost 3,000 dollars they took him from the hospital. Here are the hedgeri, hedgeri. I was so tired of them. And when we bring him to government hospital, after five days, four days, I thought he was getting better, I went home. After two days I arrived home. In the evening, in the morning, I want to say, my father died. He said, we were when he was sent to the government hospital, to the federal hospital. He said, he was happy, he seemed better, and he left. And he gave him big money. And he gave him big money. Дорогие друзья, я сейчас только немножко отдохну, вот чуть-чуть отдохну, посплю, поем виноградико. Моно тоже, это его вот племянник, он хотел к Саши приехать в Гуа, потом говорит у меня, что-то у меня, что-то у меня, что-то у меня. Температура 103-104, но это по фаренгейту, я не помню, сколько это надо перевести, потом говорит, горло заболело, лег в госпиталь, 5 дней полежал, с него 2000 долларов содрали, вначале сказали, что корона, а потом сказали, езжай домой, просто отдохни. Ой, сейчас он мне, по-моему, хочет все новости выложить, но я рада. Я рад, что ты вернулась, а иначе я бы поплыл в Россию, взял бы маленькую лодочку. Да, я тоже не понимаю, как они могут останавливать людей и запрещать им, боже мой, детки. Они не испорчены, они бездомные, им надо... Он говорит, что сейчас их больше придет. Я, бабушка, это слово. А это ему сверху от того, что он заплатил. Эти дети просто... Бедные дети, которым надо выживать. Папа, отойди, отойди. Ну, что делать? Я по ним тоже скучала. Он просто считает, что это портит, конечно, детей. Не в том смысле, что они испорчены, а в том, что легкие деньги так вот они развращают, что лучше бы... Ну, куда им деваться? Здесь нет решения такого. Ну, вообще, как всегда, я считаю, что надо это делиться, но когда хочется. Когда хочется. От избытка или хотя бы от достатка. А когда совсем ничего нет. Ну, это трудно делиться. Да-да-да, все-все-все, да, не надо. Потому что они вот тут же все пошли. Вон уже и большая девушка. В Индии, говорит, много бесплатных государственных школ. Есть бесплатные, да, госпитали. И говорит, когда брата положили в государственный госпиталь, это был очень хороший, чистый госпиталь. И они, и бесплатные медикаменты. Все бесплатно. Не хуже, короче, частных госпиталей. Но у богатых свои привычки, они почему-то частные больше. Господи, ребята, мне уже страшно. Я вот... Блин, молиться надо. Я отвыкла. Я отвыкла от такого движения, от всего этого. Ну, что-то мне все это нравится, вся эта разруха, все эти вот контрасты. Это очень хорошее, отрывается. Да. Вернулась очень-очень-очень счастливая. Так, это наш отель. Ну, хорошая отельчика. Компьютер. Компьютер. Ой, молодцы какие. Аккуратно, компьютер, не надо мне вот это, вот это вот, все. Давай-давай. Давай-давай. Очень нормально. 97. Очень нормально. Да вы что, 97. Температура кипения. Приста. Пошли. Пешком ходить, что ли? А лифт. Я уже ходить не могу. Зачем ты пешком-то? Блин. Хихоев мой. У меня действительно уже ножки подкашиваются. Он говорит, тебе понравится этот отель. И комната. Ну, нравится. Уже нравится, в принципе. Не. Даже не знаю, да, все равно. Один. Один день, ладно. Пока еще не пойму. Хорошо. Ладно, пусть они тут поменять. Ну, знаете, с пододеяльниками это действительно считается хороший отель. Все, дорогие друзья. Я сейчас буду отдыхать, спать. И, может быть, начну монтировать этот новый плейлист. И эти видео из Индии. Сейчас это сплю. Я люблю, я люблю, я люблю. И у нас есть фрукты, да? Все фрукты, да? Там все фрукты, говорит. И много воды. Прекрасно. И много воды. Это важно. Папа, wait. Я хочу, чтобы ты купил одну медицину для меня. Для меня. Все, дорогие друзья, буду отдыхать. Саши побежал. Говорит, я тебе все-таки принесу омлетико. Вот. Ну, ладно. Очень устала. Хочу, хочу насладиться отдыхом. И в кои-то веки поспать с берушами. Я с берушами уже год не спала. И с маской. У меня дома-то там и тихо, и темно. Вот. А здесь, ну что? Мейн-базар. Где-то там. Где-то там Мейн-базар. Да, запах такой специфический. Мне нравится запах Дели. Что вот он там делает? Мужчина наверху. Ой, ну ладно. Все, мне пора все-таки уже отдыхать, дорогие друзья. Все, всех обнимаю, всех люблю. Я знаю, что многие будут за меня рады, что я сюда вернулась. И спасибо вам за это, за то, что вы, скорее всего, искренне порадуетесь за меня. Я очень рада, что вернулась. Спасибо.